здравствуйте друзья мы сейчас начнем прямой эфир с аланом мамиевым обсудим то ту ситуацию которая происходит вокруг границ россии на западных рубежах и на южных нам ждем его добрый вечер алексей приветствовал ну более-менее у нас немножко спадает но я смотрю других территориях все разгорается но вы видите как мы обсуждали вот с вами тогда что будет огненное кольцо вокруг россии вот она уже прорисовалась уже совершенно неусмысленно я вот это честно говоря я хотел с вами обсудить потому что мы с вами вот когда делали эфир говорили что так вот да фронт был белоруссии все внимание было приковано туда там как бы не получилось там элита не предала пачку а вот сейчас той же киргизии по всей видимости уже наоборот происходит а вот интересно еще и общался с армянскими экспертами они рассказывали когда была революция вот это пашиняна когда привели к власти полиции говорит не было месяц на улицах вообще то есть ее не было она исчезла то есть не могли бесчисывать как угодно полиция сидела в участках и даже на вызовы не выезжала то есть такое было указание потому что как бы руководство силовых структур предала да в тот момент фактически перешло на сторону белоруссии слава богу пока такого не произошло и вам удалось да вот сейчас как-то вырулить мне кажется вообще единственная беларусь кому получилось да майдан нейтрализовать ну смотрите ситуация такая да то есть с наскоку вот этот блицкрик такой классический майдан не получилось организовать но сейчас я вижу происходит нечто другое то есть я бы вот сравнил эту метафору пожар на болоте да то есть как бы нет такого сильного высокого огня но вот тлеет там где-то под травой повтор тлеет да и в любой момент может снова загореться если будут какие-то ошибки власти или еще внешние действия поэтому увы следует признать что мы отбили атаку ну вот классического майдана светной революции но сейчас происходит условно говоря уход этого протеста куда-то вглубь пытаются организовать такие структуры залегания чтобы но в случае чего перейти к какой-то партизанской войне и вот это сейчас ну с этим силовики сейчас тоже борется чтобы не допустить рост радикализма но в принципе понятно к чему это все может прийти поэтому я считаю что да первый этап мы выиграли но дальше уже нужно действовать более такими тонкими методами не всегда такими явными а вот сейчас есть такое мнение алексей что вот если россия втянется в войну на южном кавказе а мне кажется на все равно втянется так или иначе потому что ну там так все это ловко расставлено оставить просто народ Нагорного Карабаха умирать если до этого дела не дай бог дойдет то что никто не будет то есть Россию втянут туда потом говорят могут открыть сразу же автоматом фронт в днр лнр потому что там с товарищами на связи там к этому как бы полностью американские специалисты и украинские их не там протеже они к этому готовятся и готовы так и говорят и настраивать что вот россия сейчас завязнет на южном кавказе и тогда вот мы будем начинать с этой стороны они для вас ощущение такого что могут еще и беларуси какой-то аналогичный фронт абсолютно ощущение есть потому что ну условно говоря они создали уже в обществе определенный раскол у них есть для этого социальная база для того чтобы продолжать что-то делать и соответственно внешнее давление особенно стороны литвы и польши но ну очень серьезно они продолжают ну условно говоря там политическими какими-то методами дипломатическими но не только они все равно поддерживают всю инфраструктуру протестов информационную и иную поэтому я уверен что если вот условно говоря подключится донбасский фронт обязательно будет попытка снова взорвать нас изнутри но гораздо жестче уже методами ну террористическим я думаю что они пойдут уже на взрывы на все ну чтобы реально взорвать изнутри ситуацию здесь начался серьезный гражданский конфликт для меня это совершенно очевидно вот как только на западе на западном фланге тоже начнется какое-то движение а конечно оно начнется после южного когда уже россия будет будет туда втянута это почти неизбежно а скажите пожалуйста а вот кто вот вас является ядром вот этих всех товарищей готовых идти вот на такую радикализацию потому что все таки у вас нет этих бандеровцев то есть таких откровенно радикальных групп которые готовились до этого годами а можно сказать десятилетиями по моему все таки в беларуси нет на первый взгляд или все таки есть кто эти люди будут то пойдет умирать всегда вопрос кто пойдет на умирать естественно что ну понятно что ну специально обученных натренированных националистов большом количестве нет вот что пытаются сейчас сделать то есть условно говоря вот набрали за месяц этих протестов определенную массу людскую социальную да куда попадают самые разные люди которые вообще раньше не имели отношения там никакого национализму но вот сейчас у них зародили в душах вот эту ненависть к силовикам к людям на госслужбе и они уже начинают там кто пытается там какие-то шипы гвозди раскидывать кто уже поджигал машины там госслужащих милиции там какие-то поджоги идут да то есть вот в принципе вовлекается условно говоря недовольная часть горожан которая раньше не была вовлечена в оппозиционную и националистическую деятельность и вот я думаю что ставку будут пытаться делать на них не знаю что из этого получится ну хотелось бы чтоб ничего не получилось потому что мне естественно не хотим превращение наших граждан в каких-то там боевиков но вот тенденция такая есть то есть такие ростки вот этого среди абсолютно не затронутых раньше политической деятельностью слоев населения минчан это наблюдается и я думаю вот из этой массы несколько десятка тысяч человек кто-то может вот пойти до по пути дальнейшей радикализации а вот там как бы не знаю информация не проходила какие-то группы которые проникали например не знаю с польши с литвы с украины там попадались уже уже специально там чтобы сказать что какие-то конкретные факты поплавленными диверсантами такого не было но ведь они же могут понимаете быть спящими они могли проникнуть через границу или там за полгода за год приехать сюда и ждать часа x то есть как бы не я уверен что их абсолютно не всех там засвечивали и даже совершенно не засвечивали скорее всего они ждут момента когда начнется серьезная заварушка да часть из них там вот в первые дни после выборов наверняка были на улицах они как бы и были этим ядром экстремистским против которых силовики собственно говоря и направили свой удар основной но я думаю что многие просто залегают и ждут вот этого часа x когда ну начнется уже реально что-то серьезно а вот как на ваш взгляд человеке вообще подойдет этому психологическому давлению потому что в интернете смотришь там фотографии выкладывать имеют детей там психологическое давление на силовика показывают как они справляются мне кажется что вот все что происходит с личными данными работает как раз на их сплочение они все прекрасно понимают что в случае победы этих сил которые их считают там извергами естественно никакой жизни у них здесь не будет поэтому мне кажется это их реально сплотило я не вижу ни никаких вот движений там в сторону этих протестующих там сдать оружие там до долгу не быть верным и так далее то есть мне кажется наоборот это все-таки их сплачивает другое дело конечно что вот это противостояние которое длится уже близко два месяца ну конечно изматывает и физически и психологически то есть вопрос сколько еще вот это противостояние и в какой степени оно будет происходить но сейчас есть осторожная тенденция все-таки к снижению протестов в массе но появляются вот как я уже говорил признаки радикализации то есть отдельные точечные персонажи или группы они пытаются уже там какие-то совершать но такие уже не халюганство даже мини диверсий а вам не кажется что просто знаете как мы правильно сейчас привели пример что в следующую фазу перевел это противник да основное свое внимание пока переключил вот на кавказе на центральную азию потому что мне изначально как бы друзья мои военные эксперты которые они говорили что будет 45 очага вокруг россии то есть днр лнр белоруссия и южный кавказ может быть там и южная сеть мы когда про сеть уговорили а направление главного удара все равно они планируют через центральную азию как бы чтобы россии пополам расколоть поэтому оренбургскому коридору я говорю ну а как это говорит вот играет увидишь туркменистан вроде бы такой весь стабильный он абсолютно про турецкие они же как туркоман то есть они турки фактически да туркмены являются а вот киргизы и вот мы видим уже в киргизе начались некие такие события дестабилизирующие обстановку вот нет такого ощущения у вас что у вас просто пока чуть-чуть внимание переключили да да ну переключили внимание плюс ну как бы первую попытку отбили решили как бы отвлечься на другие театры действий боевых да но абсолютно уверен нас в покое не оставят потому что ну вот как есть например для кавказа турция для средней азии там афганистан пакистан да у нас очень мощные такие хищники под боком ну прежде всего польша да у которой очень серьезные амбиции и имперские и в принципе они себя мнят ну таким мессианским неким государством которое будет но речь пасполитого не хотят да да обязательно должно двигаться на восток поэтому конечно они и главные зачинщики были всего тут происходящего потому что ну это совершенно очевидно что они отработали там через спецслужбы все новые методы управления вот этими массами через телеграм они же собирали эти данные на силовиков ну то есть это не под силу безусловно никаким там стихийным активистам это работают несколько спецслужб очень серьезных западных да их конгломерат и они собственно и бьют вот недавно еще очередное подтверждение для меня было этого когда они выложили там есть чаты где ну условно говоря вот эти активисты берут телефон и начинают там названивать ночью или там подписывать смс сообщения и почти вот весь белорусский генералитет туда попал да то есть кто-то же собирал эти сведения целенаправленно но это явно там не ребята которые просто ходят конечно персональные данные собрать да 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 поэтому все это очень серьезная работа и от нас не отстанут это просто вот первая так раунд а сейчас вообще есть понимание вот понимание в обществе есть что не отстанут это вот знаете что ахок выдохнули как бы все выборы пришли майдан закончился можно выдыхать или все-таки общество понимаешь нам мобилизовываться что спокойной жизни нам не светит в ближайшем вы знаете есть ну как бы две противоречащие такие тенденции я наблюдаю в беларуси ну условно говоря наверное во властных кругах и вот в обществе одна вот понимание такое есть я его разделяю совершенно и всегда всем говорю публично что никто не от нас не отстанет не нужно самоуспокаиваться нужно мобилизоваться а другая тенденция что ну вот как бы мы отбились там а дальше как-нибудь протянем там вернемся к прежнему состоянию ну я говорю что это крайне опасное заблуждение но пока вот я вижу что эти две тенденции как бы между собой даже соревнуются ну просто кто-то не хочет верить в худшее реалисты говорят оно неизбежно это лучше если мы не будем подготовлены скажите пожалуйста вот кого бы вы вот на ваш взгляд если не дай бог дойдет до боевых действий кто там может быть той турции тем азербайджаном которые решатся на такой поступок это украина будет а польша будет за прибалтика будет кто на ваш взгляд потому что вот батькина интервью как-то смотрел вот он как бы по информации того там конгломерат прибалтистик этих наших бывших собратьев да плюс польши что они реально готовы уже некие боевые действия в час икс начать ну то есть развязать войну против беларусь насколько это вот реальная информация вы знаете я думаю что вот чисто по боевой мощи по какому-то куражу на это способны только поляки потому что украинцы я не думаю что они полезут на не сразу получат реакцию от россии причем и на донбассе и через беларусь а вот у поляков есть расчет на то что они могут попытаться отколоть оккупировать хотя бы часть беларуси ну вот в гродни тем более там есть польское этническое население оно там конечно но лояльно беларуси в большинстве своем но мы сами понимаем если придут поляки очень многие как бы перейдут под их знамена поэтому конечно мне кажется вот поляки то как они вели себя во время вот этих попыток переворота это нагло с куражом с какими-то вот ну с таком с отмороженностью да можно даже сказать в таком политическом смысле поэтому я уверен что они не применут воспользоваться возможностью тем более армия у них достаточно сильная и и армия и спецслужбы поэтому я думаю это прежде всего поляки то есть у них кураж на это есть да потому что у них есть кураж заряженность идеология и я думаю даже карт-бланш там от части западных элит каких-нибудь американских словно да то есть я так полагаю что это будет идти опять впереди поляки а сзади будут поддерживать их собратья там какие-то натоские то же самое например сейчас фарцахи происходит идут вперед азербайджанцы а сзади соответственно курс и все остальные да да но они попытаются как украинцев к этому делу подключить но украинцев мне кажется моральный дух вот воевать еще с белорусами не сильно будет высокий да они ну все-таки я не 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 сильно хорошего мнения властях украины но население большинстве своем конечно войну не воспримет как справедливо если они полезут к нам и мне кажется они будут они наверно будут донецкий в луганске скорее да 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 применять свои подразделения а вот вы сейчас следите за событиями в средней азии вот как вы можете оценить вот в чем там совершил ошибку то руководство вроде парламентские выборы насколько я знаю там они максимально прозрачно их постарались сделать там там ну там я не знаю что не подпечатку пальца бюллетени выдавали все равно такая ситуация получилась вот в чем получается загвоздка всех этих режимов что сделал лукашенко чего не делали до этого другие вот режимы других государств которых удалось вот свет вот в чем разница ну да сначала про лукашенко но мне кажется что все таки он проявил реально сам политическую волю то есть не убежал устоял показал пример всем и элитам и силовикам ну остался условно говоря на своем месте и стал выполнять свой долг да то есть не побежал ну и неплохо он выстрел на самом деле за все эти годы все-таки вертикаль свою и элиты и силовики но в общем-то выстрелили более-менее нормально то есть не они не были разложены коррупцией там какими-то такими вот разборками межелитными да ну то есть государство в этом смысле более-менее здоровое было что касается средней азии и вот киргизии что сейчас там происходит насколько я понимаю все равно не преодолен вот этот раскол территориально клановый да то есть насколько я понял сейчас все эти партии которые победили они больше отображают условно клан находящийся теперь у власти а тот клан который как бы чувствует себя они обиженным и несправедливо так сказать отрешенным вот те партии которые не попали в парламент имея именно они являются приводным ремнем вот этого протеста сейчас то есть вот не преодолен этот раскол который всегда над киргизистаном над киргизией висел и они пока никак не могут найти какой-то баланс нормальный для себя и естественно вот эти внешние силы которые на этом играют они сразу же подключаются накачивают деньгами ресурсами ну и все это выходит на улице и трясет государство а вам нет ощущения что получается у нас практически во всех наших государствах постсоветских есть вот такие расколы потенциальные заложены или они как-то так сложилось вот в беларути как-то вот помните во время нашего первого разговора спрашивали какой у вас раскол запад-восток там я не знаю север-юг какой раскол на что будут действовать здесь оказалось какой-то город 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 не город да раскол какой-то даже раскол его как бы усиливают да но дело то в чем я думаю что в каждом обществе есть раскол да есть разные элиты разные интересы разные группы вопрос в том насколько государство а в этом наверное есть функция государства способны эти расколы влаживать и сшивать да если оно сильное нормально работающее то в общем то любой раскол можно преодолеть но если государство наоборот становится самой инструментом этого раскола инструментом борьбы элит тогда конечно это никак не сшите и вот любой какой-то любое воздействие но сразу же эти расколы вызывает к жизни и они снова обостряются и мы видим что происходит а как же тут белорусское общество и там не знаю руководство оценивать события происходящие на южном кавказе начавшуюся войну опять на горном карабахе вот как там что говорят что говорят в обществе чтобы разобласть у вас ну дело в том что конечно белорусы на самом-то деле дружат и с армянами и с азербайджанцами для нас это ну для многих понятно обыватели вообще непонятно да то есть почему это происходит зачем при том что и у нас реально очень близкие отношения с азербайджаном и понятно что мы с арменией в одних союзах находимся поэтому делать вот какой-то однозначный выбор категорически нельзя другое дело что все попытки там говорить о мире о переговорах опять же минский процесс у нас тут шел этот связанный с нагорным карабахом они не имеют скажем так эффекта до тех пор пока ну более мощные игроки как россия турция ну условно говоря не принудит стороны садиться за стол переговоров а мы видим что турция сейчас на это не играет да у россии наверное рычагов пока не хватает чтобы если она вмешается на стороне армении но это как бы расширение конфликта еще больше поэтому она ведет себя осторожнее чем могла бы вот но беларуси все-таки мы все равно относимся еще по-советски и к тем и к другим и к армянам и к азербайджанцам как своим людям и в голове это все равно не укладывается поэтому будем предпринимать те попытки которые от нас зависят чтобы все-таки опять вернуться к переговорам а не к войне алексей скажите пожалуйста насколько вернуть и слухи которые в сети распространяются что сейчас беларусь оказывает военную помощь а в этом азербайджану там это летчики белорусские нет сейчас точно никакой помощи военной беларусь не оказывает она бы не стала это делать в момент вот острой кампании но конечно до этого несколько лет назад беларусь продавала оружие азербайджану но в общем-то россия тоже это делала и армении ну тут как бы все занимаются этим но вот специально что участвовать белорусские военнослужащие не участвуют ни наемники не добровольцы это категорически невозможно потому что слухи вот разные ходили об этом у вас спросил нет нет это не так а вы вот много тоже говорите о проблемах евроазии да и пишите об этом а вот на ваш взгляд вот мы сейчас постоянно находимся в состоянии некой обороны вот я с общим нашим другом павлом дарипулин это часто обсуждал что в обороне у нас победа не достигается и вот отбиваемся отбиваемся с каждым разом на каждом витке отбиваться становится все сложнее и сложнее вот как нам это преодолеть не знаю в наступлении как 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 переломать эту ситуацию потому что невозможно же бесконечно вот так отмахиваться группу будете сильнее сильнее сужаться огненный в конечном итоге приведет очень плохим последствиям вот на ваш взгляд как стратегически этот процесс повернуть ну мне кажется наступление мы можем перейти только тогда когда внутри у нас появится некий мощный идейный стержень вот именно так мы смогли победить нацизм то есть у нас была идея лучшим будущем человечества о коммунизме о дружбе народов об интернационале народов где ну все как бы найдут свое место достойное и вот сейчас мне кажется вот без перестройки нашей внутренней жизни ну прежде всего экономики без того чтобы мы все почувствовали себя на самом деле братьями и белорусы и армяне и осетины и русские и казахи и киргизы и мы поняли что вот мы да у нас никого нет кроме нас и мы одна семья и нам нужно вместе во первых построить справедливое общество чтобы каждому была возможность реализоваться именно на нашей на нашей земле на нашем пространстве и мы бы это знамя подняли для всех народов мира чтобы они увидели мы снова возвращаемся мы русские евразийцы советские мы снова возвращаемся с этим флагом и мы этот флаг справедливости будем нести дальше снова подняв его и из вот из того пепла да в которой он опустился в какое-то время вот без этого чувства без этого ощущения без этого подъема мне кажется мы так и будем вот только отбиваться но это конечно должно произойти наверное ну в каждом из нас ну и прежде всего вот самой россии в сердце сердце евразии чтобы и элиты и руководства ну к этому подошли к осознанию того что без этого невозможно они не выживут сами народ мне кажется давно этого жаждет он давно этого ждет вот ну мы конечно же вот мы как люди там слова люди символов мы должны про это постоянно говорить напоминать трубить со всех возможных так сказать средств потому что мне кажется это тоже важно чтобы постоянно постоянно это в сознание зарождать вот стремление к этому на ваш взгляд кто бы мог таким субъектом быть все равно вот даже у тех замечательных идей советского времени все равно был субъект виде партии большевиков за там которые не следу идеи в массы а кто тут бы мог быть этим субъектом ведь мы сейчас там расползли себе по своим национальным квартирами уже внутри тоже россия начинает торопиться на более маленькие национальные квартиры да и как бы элиты этих национальных окраин глядя на то что происходит сейчас на южном кавказе везде понимают что как бы центры становится все слабей кровь начинает литься везде там вот украина белоруссия участка кавказе все и вот кто этот субъект кто бы мог повернуть процессы потому что мне кажется что люди которые как бы грубо говоря 30 лет тащили этот либеральный проект они просто не знаю концептуально метафизически они не могут сейчас развернуться диаметрально некую противоположную сторону и поэтому получается в неком тупике то есть да идея мы все понимаем что нам территорию нужно как-то сшивать как вы говорили общую идею общий стержень делать а при этом непонятно кто это должен делать вот я постоянно с фавлом тоже так а кто это должен делать понимаете как сказал ленин есть такая партия кто это должен делать это делать я вот к чему я подвожу просто вопрос могут это делать актуальные или должна появиться какая-то другая элита в этом всем буре вот что ну скажем так я бы сильно не надеялся вот на актуальные элиты а нужно делать ну на самом деле нам с вами да то есть вот просто брать и делать будем ли мы там элитами не будем это вообще второстепенный вопрос нам просто нужно собираться объединяться в эти сети и начинать все это делать но ни на кого особо не надеюсь по крайней мере я вот увидел это по белорусской ситуации вот когда сам начинаешь что-то делать что-то и получается до этого мало до этого пока недостаточно но в любом случае нужно начинать поэтому ну собственно я себе отвечаю на этот вопрос вот мы с вами и должны это начинать делать объединяться общаться обмениваться информацией а потом и совместные действия начинать самые разные они могут быть начиная от культуры но и заканчивая уже политикой вот то что паша делает с новыми скифами это тоже прекрасно это вот новый росток такой нашей культуры общей вот и это естественно нужно поддерживать но должно быть конечно и какое-то политическое большое объединение я в этом уверен над национально мы к этому придем каждый вот со своими а насколько реально чтобы лукашенко проникся этими идеями чтобы он поднял это знание потому что имея пальцем государства пусть даже небольшое проще было бы собирать так став точкой сборки собирать эти вот вот советские вразистские аренды было бы прекрасно я думаю что конечно это было бы здорово но но я вот посмотрев на события как на условно говоря в ступоре каком-то определенном власть находилась определенное время я понял что да она конечно подспорье она нужна государство свое но она у нас есть она сохранилась но все равно нужно вот условно говоря это гражданское движение снизу поэтому без этого тоже нельзя еще хотелось бы в конце нашей беседы да все таки узнать вам удалось информационную ситуацию переломить это мы с вами общались что интернет вы проигрываете тогда у вас были соотношение где-то 20 на 80 было в сторону противника а как вот сейчас эта ситуация выглядит вам удалось понять как с этим работать и как ситуацию переломить ну в общем то да во всяком случае телеграм стали отвоевать не скажу что полностью но ситуация стала выравниваться плюс была оказана конечно из россии помощь достаточно серьезная ну то есть не скажу что мы вот полностью там выиграли и пока доминируем нет но процентов 10-15 точно отвоевали и уже условно говоря нет такого доминирования абсолютного там в том же телеграме на вот этих нарративов прозападных там или ну таких деструктивных то есть но просто этим надо дальше-дальше заниматься то есть мы сумели там отвоевать какую-то значительную часть но нужно наступать и дальше безусловно то есть алгоритмы как с этим действовать работать вы уже поздно нащупали да в общем то да в общем то да надо чтобы делились с нами тоже ну делились опытом передовую отдельно посвятить вот этим технологиям на самом деле которые у нас здесь примерялись просто рассказать по полочкам работало как отреагировали очень полезно и тут же еще интересный нюанс что самое большое американское посольство на территории посольских стран находится в ереване пашнян как бы ставленник же американский да там мы же это все знаем и там как бы готовили готовятся или готовились те кадры которые должны как бы организовать участвовать в московском мальтане так вот мне армянские товарищи говорили то есть там еще пиката ситуация в этом заключается да 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 я уверен что так это и есть потому что ну вот кстати еще нам предстоит одна точка скорее всего мы тоже будем об этом говорить чуть позже это выборы в молдове мне кажется будет выборы в грузии вы забыли 31 октября будет выборы в грузии где саакашвили рвется к власти его партия по всем рейтингам пока побеждает а если она побеждает они уже заявили саакашвили будет премьер-министром да это вторая серия будет и выборы в молдове да да безусловно потому что там первого ноября да они по моему да попытка свергнуть додона и ну условно говоря вообще похоронить евразийский вектор молдовы да очень жестко я с военными товарищами общался там тоже так же как вот поляки настроены решительно захватить часть беларуси также и румыны настроены очень решительно решить и молдавский преднестровский вопрос и я вот преднестровье у меня друзья живут он говорит понимаешь в чем проблема наша будет у нас вообще нет сухопутных границ ни с кем кроме врага россии и украины и такой же непонятной молдавии да и даже вот показать военную помощь ну как закроют воздушное пространство и все до свидания там очень серьезно именно в военном плане беда если они решатся на серьезные поступки а собой как в армии преднестровье мы сами понимаем его фактически нет да то есть там еще одна точка потенциальная и у вас нет ощущения что они под какую-то дату это все делают то есть они как-то планомерно и все давят давят уже готовясь то есть они знают практически в один день сделали выборы в грузии в молдавии да это странно наверное под выборы в сша там тоже как бы многое произойдет и многое будет решаться и вот эти вот точки они так или иначе мне кажется согласованы тоже с тем что будет происходить в америке да есть мнение что типа в америке будет хаотизация они хотят хаотизировать весь мир пока будут разборки у себя дома что весь мир погрузился в хаос на какое-то время потом они вернутся и разбираться ну мне кажется что ближайший месяц это все будет продолжаться и больше и больше точек но я боюсь какие-то военные прогнозы делать потому что ну скажем по закавказью разбираться военной ситуации но ясно одно что понятно что без участия там россии в принципе союзов вокруг россии у дкб например но все это невозможно развязать то есть нужно очень внимательно осторожно на все это реагировать понимая что у нас будут пытаться туда вовлечь и линии раскола новые разжечь поэтому ну точно нельзя расслабляться точно нужно быть мобилизованным на чеку и ни в коем случае не не пребывать в каком-то благостном расположении духа потому что мир пришел в очень сильное движение это турбулентное время будет длиться долго поэтому чем сплоченнее мобилизование и ну скажем идейно ориентированными мы будем тем лучше тем как бы мы имеем больше шансов выстоять и в итоге победить и превозмочь всех наших оппонентов и супостатов которые лезут на нашу землю спасибо вам большое за беседу силы духа вам тоже до мудрости батька держись как говорится мы все за вас кулаки держали молодцы вы первые наверное которые смогли технологии на своей стороне в своей своем государстве повернуть это внушает надежды на самом деле такие не уж непобедимые гнутся шведы спасибо а завершите там и сохраните эфир хорошо сохраните эфир завершить нажмите и там сохраните эфир у вас хорошо да добро а я сейчас его раскидаю до конца